Я проживаю в городе Ижевске, Удмуртская республика. Когда приехал? Прибыл я на территорию Украины. На территорию Украины мы прибыли 13 числа. В Миллера мы прибыли... Какого месяца? 13.09.2022 года. Это получается, ты 13 числа приехал, а в плен когда попал? В плен 25. Классно. 12 дней? Так точно. Вот перестреляли целый взвод за одну минуту. За одну минуту убили 20 человек. Погибли, вернее, 20 человек. Их не убили. Нельзя говорить, что их убили. Мы же с оружием в руках были. То есть, абсолютная неразбериха. Мы должны были ехать в одну сторону, а попали в засаду к украинским военнослужащим. Как мы вообще там оказались, если мы были в Донецкой области, получается, а оказались в Харьковской области. В плен попали в Харьковской области. Как мы могли оказаться в Харьковской области? Два дня мы прошли курс молодого бойца, так называемый. Ну, два дня. Два дня нас погоняли что-то там на поле, мы там постреляли по столбам, по мишеням постреляли. Все, все закончилось на том. Все обучение. Соответственно, ну и я вам говорю, что вот такое вот положение просто дикое. И мы когда попытались уже вот с товарищем, со своим, уйти, нам уже просто не дали уйти. Нам просто сказали, все, мобилизация объявлена, вы теперь скоты обоссаны будете пахать, вы у нас теперь рабы, вы никуда нахуй не денетесь. Извините меня, я так мотивируюсь, потому что с нами так разговаривали. С нами разговаривали именно так, а еще хуже разговаривали. Вот у нас лейтенант, например, наш командир взвода, да, прибыл к нам буквально за три дня, до того, как погибнуть. За это время, за четыре, успел БМПшку оставить на украинской территории. Полностью с боеприпасами и с припасами. Вернулись они, а забрали, они забрали только Сухпай, представляете? Они даже БК не забрали. БК с БМП не забрали, это же война. Что, Сухпай самое главное на войне, что ли, Лича? Так понимаю. Оказывается, Сухпай перевезли командир в рот и там оставили. А нам ничего не довезли. Так и осталось это все. Танкисты сдаются? Танкисты сдаются. Просто-напросто на танки подъезжают и сдаются. Как можно танкиста обучить за 10 дней? 10 дней у нас курсы. Вот меня записали, например, механиком-водителем БМП. Потому что у меня БЦ-категория есть. Только БМП я не видел. У нас такие гранатометчики, у нас такие пулеметчики. Пулеметчики без пулеметов, гранатометчики без гранатометов. Все, только расчеты есть. Мы попали когда в плен, мы увидели, действительно, мы не увидели никаких нацистов, соответственно, это естественно. Не увидели никаких наемников. Мы увидели людей, вооруженных, нормально обученных, нормально вооруженных военнослужащих, у которых, у каждого, если не первого, то второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного введения, чего у нас нету. Вот мы стоим на посту, на штабе, и нам говорят, смотрите в поле. Я прекрасно понимаю, если группа ДРГ выйдет, нас просто перехлопают, как курят, и все. Что по поводу мобилизации думаешь? Что по поводу мобилизации думаю? Да наберут опять мясо. Вот такого же, только мы добровольное мясо были. Заблудшее. Заблудшее, люди заблудшие. То есть у нас ведь своя информация там, понимаете? Вот. Вот. А сейчас мобилизация будет, и не дай бог наберут опять. Ведь никого не обучают. Просто-напросто. Вот мы в Чебуркуле два дня вот так лежали на диванах. Потом в Екатеринбурге вот так на диванах лежали. Срать полнейший в казармах. Вот снова отправлять? Нет, 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 нет. Я отказ. Пускай лучше садят. Лучше сидеть в тюрьме живым, чем, блин, лежать на украинской земле мертвым. Ни в коем случае. Я еще раз удостоверился. Лучше я вот здесь в тюрьме сижу на Украине, чем я лежу в поле вместе с парнями. Субтитры сделал DimaTorzok